приветствую вас на курсе фортепиано участники проекта медаль ельбаса этот курс мы начнем с истории создания инструмента как он появился что предшествовало этому и что нового он привнес своим возникновением так сказать в мир музыки для начала скажем что фортепиано это сложный клавишно струнный механизм именно клавишные в плане того что если взять всю группу в целом это можно сказать клавир то есть органную музыку там для клавесинов то что писали там клави чем было клавик орд фортепиано рояль это все можно сказать одним словом клавир но тем не менее конечно же у нас есть различие то есть в начале можно сказать что самым первым клавишным инструментом был орган но он был не струнным а духовым клавишным инструментом ударным то есть потому что мы как бы ударяем клавишу и потом естественно у нас идет звук вот имеется ввиду что на фортепиано было именно такое новаторство в том что мы получили возможность извлекать и контролировать степень звука и в то же время у нас расширился диапазон то есть в момент возникновения вообще фортепиано стоял такой вопрос что же делать с тем что вот на клавесине ну например там была уже усовершенствованная модель то есть начале был клавик орд затем клавесин в клавик орде был звук тихий то есть это был уже первый струнный инструмент но все равно это было не для концертных залов то есть это вот скорее камерная музыка это то где играли исполняли у себя дома вельможи вот затем люди озаботились вот композиторы слушатели они подумали почему бы не создать нечто концертное ну почему только дома и затем появился клавесин на котором были мануалы мануал это вот клавиатура если вы помните из фильмов той эпохи то там есть две такие клавиатуры где вот одна клавиатура только ты можешь играть тихо хоть ну ты не можешь регулировать степень нажатия точнее громкость либо есть только громко и таких плавных переходов не возникало и как бы это не представлялось возможным поэтому когда именно создавался фортепиано инструмент то именно озаботились а в первую очередь о диапазоне чтобы создать именно концертный инструмент в то же время хотелось извлечь из инструмента клавишного то есть это же ударный инструмент и такой вот немножко безумный даже затея было то что хотелось петь на клавишном ударном инструменте что как бы слышится немножко странно как это петь на том что ты бьешь вот но тем не менее эта задача была первой у создателей самый первый прототип инструмента создал бартоломео кристофори приблизительная дата создания инструмента это 1709 год ну приблизительно вот и но там конечно конструкция была такая то что взяли прототип клавесина туда вставили уже металлическую раму и затем ну там не было педали то есть на данной конструкции вы видите то что вот на всех инструментах даже вот синтезаторах мы о нем поговорим чуть позднее у нас есть педали чуть позднее я вам расскажу подробнее зачем эти педали для чего какая у них цель для инструмента что мы можем получить с помощью и их вовлечение в нашу игру об этом я расскажу позднее как вы поняли в первом блоке мы изучали историю создания инструмента далее я хотела немножко рассказать о себе о своем пути музыканта о том где я училась я заканчивала баситовскую школу с призмы прожитых лет я поняла что это мое я полюбила рояль я полюбила фортепиано и для меня это стало чем-то неотделимым от меня по прошествии школы я закончила консерваторию имени курман газы сейчас я работаю и также планирую поступать дальше учиться то есть продолжать путь музыканта почему я сказала то что я поняла что это моё потому что на самом деле у меня была такая редкая возможность пройти параллельно еще один инструмент то есть восьмом классе я приняла решение взять вторую специальность это была большая редкость это не всем разрешалось и мне разрешили играть на арфе только не с точки зрения факультатива то есть каких-то курсов нет я училась полноценно как 2 я взяла вторую специальность вот и потом когда я поняла что это занимает очень очень много времени потому что арфы дома нету то есть возможности купить арфу у нас не было и это очень очень дорого и следовательно надо было заниматься и я постоянно пропадала в школе помимо этого мне надо было заниматься по фортепиано и я поняла то что все я научилась базе какой-то и что фортепиано для меня дороже вот я хотела еще остановиться на том что я слышала очень много мнений о том для кого подойдет путь музыканта для кого не подойдет на самом деле это такая тема относительная потому что если вы хотите достичь грандиозных результатов выступает на мировых сценах именно с точки зрения классической музыки то да это надо я не говорю что это невозможно просто очень и очень много придется вкладываться учитывая если вы поздно начнете но если вы хотите просто освоить инструмент знать нотную грамоту играть красивые приятные для вас произведения то только только все будут рады если вы научитесь этому вот например я слышала такое мнение о том что пальцы должны быть непременно длинны на самом деле это миф потому что для нас важнее всего это ширина ладони то есть мы играем в ширь для нас важно именно это а если длина ну как бы самое важно именно растяжка над этим мы работаем потом второе я слышала то что если у тебя нету слуха значит ну как бы фортепиано но в целом музыка это не для тебя не берусь говорить за другие отрасли в музыке сферы так сказать но на фортепиано именно на фортепиано у нас как вы видите клавиатура она готовая то есть нам не надо будет как на скрипке подбирать этот тон слышать эти колебания выстраивать эту интонацию подбирать этот строй это действительно сложно это нужно учить это требует слуха а вот именно на фортепиано все готово то есть если ты имеешь определенную долю усердия то ты просто выучиваешь это и играешь все то есть это дело только желание на самом деле самое важное что нужно для музыки это заинтересованность любовь к музыке и желание все остальное просто делаю как бы преподавателя условий вот на самом деле все очень просто так что не бойтесь и начинайте занятия с музыкой